Здравствуйте дорогие друзья и все-все кто заглянул на мой канал. С вами Татьяна и вы на моем канале Мир моих увлечений. Сегодня вторая часть про клематисы. Но хочу напомнить основное, если кто не смотрел первую часть. Клематисы это декоративная лиана, способна украсить ваш двор, сад, беседку. И в последнее время клематисы приобрели огромную популярность. Благодаря селекционной работе по выведению различных зимостойких сортов, клематис довольно легко прижился в Сибири, на Дальнем Востоке и не говоря уже о юге нашей страны. Итак, если вы захотели приобрести клематис, сначала подумайте, какой у вас регион и какая группа обрезки клематиса вам подойдет. Повторюсь, правильный выбор сорта и правильная группа обрезки. Вот когда вы приходите в питомник или магазин для покупки клематиса, обязательно обращайте внимание на группу обрезки, потому что все клематисы делятся на три группы обрезки. Но чтобы даже в условиях сурового климата любоваться яркими красками лета, важно правильно подобрать сорт, плети которых перенесут мороз. Давайте в этом разберемся. Чаще всего клематис высаживают в открытый грунт в середине мая. Но если саженец был приобретен летом, посадку следует выполнять в сентябре, чтобы у растения была возможность укорениться. А раньше делать этого не стоит, из-за большой вероятности усиления его роста, которое совсем не нужно в зиму. И чтобы он не вымерз. Я уже говорила в первой части, что сажать лучше весной. А по срокам скажу так. Северный Кавказ, Краснодарский край, Кубань. Это может быть даже начало апреля. Средняя полоса Подмосковья. Конец апреля, начало мая. И уже Ленинградская область, Сибирь, Урал. Это понятное дело лучше в мае. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Чтобы лиана полностью раскрылась во всей своей красе, для каждого региона нужно правильно подобрать сорт. Основным отличием принадлежности лианы к определенной категории является время начала цветения. А также на каких побегах появляется соцветие. Первая группа обрезки это мелкоцветковые клематисы, которые на зиму не снимаются опоры и не обрезают. И делается обрезка таких клематисов только весной. И то частично. И со временем такой клематис стареет. Низ его оголяется. И чтобы вид был достойный внимания, то есть радовал ваш глаз, укорачиваем несколько побегов внизу. И тогда клематис пойдет расти с новой силой. Оголенный участок зазеленеет. И вид будет совсем другой. Вторая группа обрезки это крупноцветковые, махровые и просто клематисы. И зимуют они с укрытием и с частичной обрезкой. Цветут такие клематисы на побегах прошлого года. Поэтому не подвергаем эту группу клематисов обрезки. Но есть конечно клематисы относящиеся ко второй группе, но цветут они как на побегах прошлого года и на побегах текущего года. Вторая группа клематисов хорошо растет в более теплых регионах. Там они могут зацвести даже дважды в год. Но и в средней полосе можно получить такой же результат. Если выдалась допустим теплая весна и растение уже достаточно взрослое. Первое. Весеннее цветение недолгое. Цветы появляются на тех побегах, которые перезимовали. И в это время цветут только гибридные сорта. Второй период отличается длительностью и обильным цветением. Он наступает в июле. А заканчивается только с наступлением первых осенних заморозков. И так как для клематиса второй группы характерно образование бутонов на прошлогодних побегах, свежие отростки, как правило, не зацветают. Они не требуют особого ухода. Цветки не слишком крупные в диаметре, но располагаются очень близко друг к другу. И поэтому выглядят не менее эффектно, чем крупноцветковые клематисы. Обрезку нужно делать только тогда, когда лиана стала очень крупной и мощной и появилась необходимость омолодить растение. Время для проведения обрезки зависит от того, с какой целью она проводится. Но если вам нужно придать форму и направление роста лиан, то нужно обрезать летом, сразу после окончания периода цветения. Плюсом здесь является то, что можно легко обнаружить побеги, нуждающие в удалении. При этом обрезать нужно только отцвевшую часть лианы. И если вы никогда не занимались выращиванием клематиса, но есть желание, то я вам рекомендую начать с третьей группы обрезки. Клематисы третьей группы обрезки лучше для начинающих цветоводов, благодаря своей неприхотливости. Клематисы третьей группы цветут один раз, но обильно и продолжительно. Ухаживать за ними довольно легко. Они абсолютно непривередливы. Поэтому они являются самыми популярными среди садоводов. Такой клематис третьей группы мы обрезаем осенью практически до уровня почвы. Оставляем 20-25 сантиметров над землей и, присыпав какой-то мульчей, отправляем зиму зимовать, как показано на рисунке. Удаляем старые побеги, не до самого корня, а оставляем побеги с двумя-тремя почками. Клематисы третьей группы отлично перезимуют и без укрытия. Если они там слегка подмерзнут, можно немножечко обрезать и они пойдут дальше расти. Растения выбрасывают соцветия только на новых побегах, выросших в текущем году. Прошлогодние плети остаются пустыми. К третьей группе обрезки относятся следующие виды клематисов. Клематис жакмана, клематис восточный, клематис разнолистный, тангузский, клематис прямой. Клематис третьей группы обрезки жакмана, он самый сильный, самый неприхотливый и самый зимостойкий из клематисов группы жакмана. Из-за красивого, темно-сирень-синего, с фиолетовым отливом яркого цвета и крупных до 18 сантиметров цветов с широкими лепесточками. Сочетается он практически с любыми сортами и расцветками. Он хорошо смотрится на дальнем плане в сочетании со светлыми сортами. Основная масса цветов у этого сорта клематиса расположена в верхней части. Поэтому желательно поддерживать разную высоту плетей, чтобы цветы были на всю высоту. Он очень требовательен к солнцу. В полутени он тянется вверх и бутонов тогда бывает меньше. Цветет дважды. Первое цветение начинается в третьей декаде мая. Обильная и продолжительная она. Три-четыре недели. Осенняя в начале сентября. По количеству цветов намного меньше, но цвет какой-то интенсивнее, как будто светится изнутри. Совсем не похож на весенний. И новые цветы раскрываются по очереди весь сентябрь. Прямой. Очень интересный сорт. Мы ведь привыкли, что клематисы это лиана. И вот этот прямой. Сорт лианы. Он не дает лозы. Растет исключительно прямо. Изначально он рос на Кавказе. Цветы мелкие. Обильно украшают кустарник. Среди сортов легко переносящих морозные зимы можно выделить следующие сорта. Космическая мелодия. Сорт, обладающий вьющимися побегами. Они вырастают в высоту до 4 метров. Длину. Растение относится к категории кустарниковых лиан. Он обильно цветет лиловыми цветками с бордовым отливом. Группа обрезки третья. Бутоны образуются исключительно на побегах текущего года. Период цветения короткий. В июне-в июле. Следующий сорт. Николай Рубцов. Многие сорта клематисов наделены какими-то романтическими названиями. Названный именем знаменитого поэта, сорт отличается невероятной яркостью и сочностью красок. Максимальная высота побегов 2,5 метра. Цветение продолжительное, обильное, с образованием цветков в диаметре до 17 сантиметров. На зиму этот сорт можно не обрезать. Оставлять зимовать можно на шпалере. Следующий сорт. Виль де Леон. Один из самых зимостойких сортов среди всех клематисов. Цветение кармина красными бутонами продолжается с мая по сентябрь. Размеры цветков небольшие. Около 10 сантиметров в диаметре. И при подготовке Леоны в зиме ее обрезают, не укрывая дополнительно. А вот этот сорт. Белое облако. Великолепный декоративный сорт. Под вид клематиса жгучего. Кустарниковая лиана. Она обильно усыпана цветами. И в период вегетации она действительно напоминает парящее облако. Сами соцветия похожи на звездочки. Небольшие. Диаметром сантиметров 2-3 сантиметра. На одном побеге может формироваться до 400 бутонов. Представляете? Клематис активно наращивает ветвление как в длину, так и в ширину. Оплетая окружающее пространство на 5 метров и более. Во время цветения вокруг кустарника, вокруг куста распространяется такой приятный, изысканный медовый аромат. Это очень приятно. А этот сорт Аленушка. Распространенный сорт с плетистой формой побегов. Достигает высоту 1,5-2 метра. Цветет вот колокольчиками, колокольчатыми бутонами, постепенно-постепенно раскрывающимися. Цветет с мая по июль. Сорт, он селекционный, был выведен к крему. Посадив такой сорт, можно без опоры получить стелище, какое-то покрывало, зеленый ковер. Клематис Аленушка подходит для выращивания в открытом грунте. Клематис Арабелла. Он порадует вас крупными фиолетовыми цветками с кремовым венчиком в центре. Такое растение станет украшением любого сада. Неудивительно, что это один из самых распространенных сортов этой лианы. Клематис Арабелла цветет с июня по октябрь. Вырастает до 2 метров в длину. Летом вся лиана густо усыпана соцветиями. Морозостойкость сорта очень высокая. Это растение можно выращивать и как почва покровная, и как балконная. Клематис Арабелла, он цветет на побегах текущего года. И поэтому принято его относить к третьей группе обрезки. Цветы у него уникальны. И тем, что они в начале распускания характеризуются каким-то глубоким, насыщенным, сине-пурпурным окрасом. А по мере цветения, окраска бледнеет и становится голубоватая, с легким фиолетовым оттенком. Лепесточки вытянутые, отдельно стоящие друг от друга. И их может быть от 4 до 8 штук. А вот это клематис сорта Глюндвальд. Восхищает богатой пурпурной окраской соцветий. Сами цветки довольно крупные. Они достигают диаметре где-то 10-12 сантиметров. Растение может достигать в длину 3,5 метра. Цветение приходится на июнь-сентябрь. Сорт неприхотливый. Отлично подходит для зеленения беседок, пергол, заборов. Я думаю, пожалуй, нужно закончить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Заходите ко мне в гости. Будет много интересного. Если у вас какие-то возникли вопросы, задавайте. Я с удовольствием вам отвечу. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok